Всем привет! Вы на канале Покашеварим, это воскресенье, это обзорище. Блин, как вы меня закидали тапками! В моей заставке, вот в этой... Покашеварим здесь, обзоры обзорили, Расскажут всё, как есть, Катистик копеет, Будет ругаться и кидать в отставке, Мы суждём только хорошие доставки. Поётся о том, что я буду кидать тапки. Я буду кидать тапки в доставке, которые плохо делают. Там не поётся, что вы должны кидать в меня тапки за то, что я, Видите ли, татарский пирог неправильно съел, Или не так я назвал траву из вьетнамской кухни. Кошмар! Всё, короче, давайте тогда будем по-простому. Пицца, суши, вот в этом я что-то понимаю. Нормально разбираюсь, ошибок делаю практически нисколько, Хотя всё равно делаю. Вот. А вообще я хочу вас призвать быть мирными, ребят. Ну что такое? Ну да, я не умею есть татарские пироги. Да, я неправильно называю какие-то татарские слова. Ну я русский. Пусть я и обзорщик, но я не по образованию, а обзорщик. Ребят, я экономист вообще-то. И поэтому кастыбы я могу называть, кастыбай. Ну вот такой вот я человек, да. Меня вот это вот вымораживает, Дима. Я не знаю, как к этому относиться. Когда мне пишут, ты должен был там ознакомиться. Как я вот где... То есть как я должен загуглить то, что я... Как есть пирог... Как есть зурбелиш, да. Как есть пирог зурбелиш. Как я должен был догадаться, это загуглить. Для меня пирог и пирог, ребят. Ладно, это по поводу прошлого ролика. В общем, закидали меня тапками. Сегодня у нас Папа Джонс. И не просто Папа Джонс. Сегодня у нас не то, чтобы даже перетест, а до тест Папы Джонса. Потому что многие мне стали черкать, что там пицца 8 сыров, там что-то со шпинатом появилось. В общем, мы все новинки у Папа Джонс закажем. Плюс проверим в очередной раз, как они привезут. По скорости, по температуре и так далее, и так далее. Как сдачу подготовят. В общем, ждем Папа Джонс. Заказали несколько клевых позиций, которых еще не было на канале. До тест Папа Джонса. Ты дышь! 35 минут, блин. Быстрее до Минуса привезли. Ну, я часто заказываю Папу Джонс домой. Точнее, если я заказываю пиццу, то это в основном Папа Джонс. Потому что они действительно находятся недалеко и возят. Но сегодня привезли быстрее, чем обычно. Будний день, наверное, потому что время такое. Вот. Что по температуре? Ну, вот эта штука 55 градусов меряет. Ух ты! Что это за пицца? Мы такую брали маленькую. 59 градусов. Пахнет уксусом. Все очень даже горячо. Вот эта штукенция с шпинатом. 53 градуса. В целом, по температуре норм. Заказ на две с небольшим тысячи рублей. Это очередная порция комментариев. Типа, ух, так мало заказываешь. Дружи больше. Ребят, я заказал то, что я не пробовал. Все. И да, я не всегда заказываю на большие суммы. Ну, а что? А что? Ну, берите, заказывайте сами. Снимайте ролики. Я сегодня, я сегодня почему-то настроен немножко воинственно. Я очень люблю свою аудиторию. Но вот, но, блин, вы иногда перебарщиваете. Я стараюсь вам, снимаю ролики, показываю вам еду, жрачку. А вы меня тапками кидаетесь. Фу на вас некоторых. Ладно, давай пробовать. Что у нас тут? У нас почему-то тут много разных пицц. И начнем мы, наверное, вот с самой большой. Опа, да, это шпинатная. Шпинат и сыр, ультра тонкое тесто. Там выбрать тесто в этой пицце нельзя. У них рубленый сыр моцарелла. Рубленый сыр моцарелла. Мягкий молодой сыр, сыр мягкий, крем-чиз. Короче, куча сыров. И вот такой вот уже бедный заветренный шпинатик. Смотри, ну, очень тонкая на самом деле пицца. И она, соответственно, остывает мгновенно. Пицца больше похожа на какую-то лепешку фокачо. 550 граммов должна весить эта штучка. Ну, не весит. 430. На 120 граммов недовес. Это серьезный залет, товарищи. Папа Джонсы. Это залет, солдат. Слушай, ну она и выглядит, честно говоря, не наполненной. То есть это какая-то... Ну, серьезно, это не пицца. Это какая-то лепешка просто. Тупо лепешка. И тупо она сухая. Уже даже чисто по внешнему виду. Это понятно. Готовят они, видимо, то же самое время. Потому что у них вот эти вот механизированные штуки, где пицца проходит, да? Такие... Конвейер такой, короче. Вот. И готовят они явно то же самое время. Но для этой пиццы это перебор. Потому что сверх тонкое тесто. Ну, давай попробуем. Блин, она и стоит 1600 рублей. Я аж дожевать не успел. Отвратительная сухая пицца. При том, что само тесто. Это вкусное папа Джонсовское тесто. Я люблю их тесто. Но в данном случае это плохо реализовано. Опять-таки, я люблю шпинат. Мне нравится козий сыр. Мне вообще нравится сыр. То есть по отдельности все эти ингредиенты мне нравятся. Но когда это вот такое, вот она чуть-чуть подостыла. И она превращается уже просто в сухарь. Невкусно, несбалансировано, сухо, отвратительно. За 600 рублей эту пиццу брать категорически нельзя. Категорически. Отстой, папа Джонсов. Что у нас еще есть? Сегодня постараемся побыстрее сделать выпуск. Это у нас что? А, это мак энд чиз, соус сырный, сыр моцарелла, рожки. Где рожки? Внутри рожки. Бекон, лук, итальянские травы. Окей. Эта пицца должна весить 350 граммов. Но здесь, я думаю, все окей. О, 555. Смотри, как они душевно нам навалили. Как всегда, папа Джонс кладет вот этот соус чесночный Айоли. Обожаю его, он классный. И это самый маленький, за всю историю вообще, моих заказов в папа Джонс, самый маленький перец чили, халапеньо маринованный. Итак, мак энд чиз. Довольно любопытное название. Мы все любим макароны, мы все любим чиз. Что-то еще даже тянется. Это вообще та ли пицца? Потому что я серьезно, я тут не очень вижу... Рожки. Где рожки? Рожки, видимо, разварились, пока там были внутри пиццы. Она выглядит наполненной. Вот эта пицца похожа на пиццу. Блин, черт подери. Давай попробуем, посмотри. Посмотри, ну реально, вот пропорция теста и начинки довольно крутая, да? Начинка в виде теста. Вот это прикол. Что? Подожди. Дима, сейчас придется зумить. Я не знаю, как это показать. Да? Слушай, это тупо сырое тесто. Возможно, это рожки превращаются обратно в тесто. Но вот здесь вот я сейчас съел по ощущениям, как кусок сырого теста. Какая-то отвратительная пресная муть. Вот реально, ты ешь это, как будто бы ты не маканчиз ешь, а как будто ты ешь недоделанную пиццу сырую. Вот такое, вот такое вот ощущение во рту. Выглядит она клево. Выглядит она очень перспективно. Но объем, объем и вот эта вот 3D-шность этой пиццы, она добита макаронами, черт подери, которые не подходят вообще сюда никак абсолютно. То есть по вкусу эта история неинтересная. Невкусно. Если там было сухо, то тут не сухо, но максимально пресно, потому что вот это вот ощущение сырого теста, не соленого, оно... Очень печалит, блин, ну, слушай, такие себе новинки, честно говоря. Не знаю, может быть, пицца 8 сыров впечатлит, потому что с сырами, как правило, проблем в Папа Джонс нет. Это пицца, подожди, колбасная какая-то. Чего я маленькие заказывал? Я в Папа Джонс всегда большие заказываю. Вот, пицца 100-500 сыров называется. Должна она весить 400 грамм. Весит 388, ну, в принципе, ладно, не будем придираться, не критичная разница, плюс еще там есть соус. Опять этот чесночный прекрасный Айоли, откладываем, он пригодится. Он, кстати, делает любую пиццу вкусной. И вот она, пицца 8 сыров. Какого хрена я заказал маленький? Изумительно. На самом деле, вот она, вот смотри, прямо она сырная. Она сырная, в ней дофига сыров. Судя по описанию, внешне-то как будто тут один сыр, и сверху еще вот эти вот кубики козьего сыра. Что ж туда входит? Какие вкусы мне ловить? Сыр моцарелла, мягкий молодой сыр, соус сырный пармиджан, но это тоже считается за сыр. Смесь итальянских сыров, еще один сыр. Сыр с головой плесенью, сыр из джанита и орегано. Орегано это не сыр, чтобы вы понимали. Вот. Кстати, интересно, почему они в составе пиццы не пишут тесто нигде. В пицце же есть тесто, оно должно там указано быть по идее. Давай попробуем. Пицца 4 сыра у Папа Джонс, мне нравится. 469 рублей стоит такая маленькая пицца. Большая будет и того дороже. Но в принципе, пицца 4 сыра всегда была дорогая. В данном случае 8 сыров. Главный вопрос, который, наверное, вы можете мне задать. И я сам себе задам. Вкуснее ли пицца 8 сыров, чем пицца 4 сыра у того же, например, Папа Джонс? Нет, пицца 4 сыра вкуснее. Она более сбалансирована. В ней все гармонично. В ней все хорошо. Все как должно быть, как мне нравится. В принципе, и то, что я жду от пиццы 4 сыра в доставке. В ресторанах есть вкуснее пицца 4 сыра. Поверьте, я пробовал. Вот. Второй вопрос. Имеет ли право на существование вот эта пицца? Ну, в таком маленьком формате точно нет. Не заказывайте маленькие пиццы. Я что-то сам, видать, погорячился. Не обратил внимания, что там можно выбирать. Кстати, у них еще пицца XXXXL появилась какая-то. Которая больше, даже самый большой. Имеет ли право на существование? Имеет право на существование эта пицца. Потому что, в принципе, она сырная, она вкусная. Но очень-очень такой, значит, обобщенный вкус. То есть он... Если ты 4 сыра ешь, ты такой... Опа, ага, вот так. Вкус там чувствует. Что-то похожее на пармезанчик такой, да? Так, о, плесень пошла. Ага, дурблюшечка или горганзолочка. Что-то такое ты чувствуешь, да? Плюс еще орегано сверху. Здесь тоже, кстати, есть. Прям папе Джон за это респект. Вот. То есть она гармоничная. Это не гармоничная, но при этом съедобная. То есть эта пицца тоже ее можно попробовать. Никаких восторгов у вас, скорее всего, не вызовет. Потому что в ней непонятно, что там вообще. Что, какие вкусы ловить, в общем. Да, какая-то сырность, что-то такое жирность есть в ней. И не более того. Но в целом годная. Пожалуй, годная. В отличие от тех двух предыдущих отвратительных пицц. И у нас остались маленькие коробочки. Действительно, мы уложимся в 20 минут. Обзорище 20 минут. Да ладно. Такое может быть вообще. Может быть, чтобы лишнего не наговорить, чтобы пироги резать правильно. Надо побыстрее просто. Снял и убежал все. Чтобы вы не успели комментариев нафигачить негативных. Так, это что-то такое, что я еще не пробовал. Это блюдо называется Джонер. Это то же самое, что... Как у Дода пицца называется? Доска. Достер, да. То же самое, что Достер. Папа Джонс тоже дорос наконец-то до того, чтобы запекать что-то в лавашике. В тортилье, да. Вот. Как новинка у них Чуриза Джонер висит. А, нет. Чуриза Джонер это как старинка. Но для меня это все равно новинка. А вот Веджи Джонер. Вот он, вот он за 179 рублей. Это новинка. Такого у них еще не было. Но у меня на столе не было ни того, ни другого. 179 рублей. А вот тот, который Чуризо... 200. 199 рублей. Чуризо должен весить у нас 140 граммов. Не весит, опять не до вес. А Веджи должен весить вообще аж 190 граммов. Но ясное дело, и тут они нифига не соблюли. Немножко печальненько все сегодня у нас с Папа Джонс. Что из себя представляет? Вот Веджи, да. Вот такая вот штука. Это обычная тортилья, блин, ну. Лавашик, да. Запеченный в той же самой абсолютно духовке, где делается пицца. Ну, вот такое вот запечено. Немножко неаккуратно свернуто. Давай разломаем, чтобы посмотреть состав. Там сладкий перец, томаты, черные оливки, томатный соус, мягкий сыр и лук. Вот и весь состав вегетарианского, вегетарианской лепешки. Давай попробуем. Запах такой немножко, знаешь, он определенно очень болгарско-перистый такой. То есть прям вот перцем, перцем запах перца хороший. Ну, имеется в виду, тем, кто любит перец. Я небольшой любитель. Очень похожий запах на сельдерей. Вот я из сельдерей болгарский перец в сыром виде как-то не очень люблю. Ну, здесь он чувствуется. Ну, давай, ладно, попробуем, чё уж. Ну, кстати, нормально. И пошли вот пресные овощи. Здесь, короче... Короче, новинки вот явно чисто ради новинок. Они вообще что-то какие-то несбалансированные. Ну, хотя нет, надо отдать должность. Здесь вот из-за того, что соус там внутри и вот это всё не успевает высохнуть. В отличие от пиццы со шпинатом, которая просто превратилась в сухарик. Это, в принципе, съедобно и сочненько. То есть, это довольно вкусная штука. Наверное, вегетарианцам, я не знаю, можно, не можно. Потому что в лепёшку... Хотя нет, наверное, вряд ли туда яйца входят. Вот. Если вегетарианцам, то, в принципе, это нормальная штука. Но всё-таки я надеюсь больше гораздо на вот это блюдо под названием Джонер Чоризо. То бишь, что? А? Чоризо, да? Знаем, что это такое. О май бог. Это вот такая вот... Типа пепперони, колбаска. Здесь колбаски Чоризо. Здесь грибы. Тут помидоры свежие. И какой-то белый соус. То есть, если там был томатный, здесь белый соус. Типа чесночный ренч. А да, чесночный ренч и есть. Свежие томаты и шампиньоны. Всё, давай пробовать. Хороший, остренький бутерброд. Кайф! Вот он вкусный. И капитально острый. Здесь нет предупреждения об этом, но он прям хорошо острый. Вкусные колбаски. Вкусный сыр. Прикольные несушёные такие помидоры. Вкусный соус чесночный ренч. И аккуратно свёрнутая тортильчка и запечённая. Вот это огонь. Вот это вкусно, действительно. И, честно, не помню точных ощущений. Но, по-моему, вот в Додо пицца эти додстеры мы ели. Они были вкусные. И в Папа Джонс, в принципе, это тоже довольно вкусный продукт. Который можно заказать. 200 рублей стоит, правда. Пожалуй, из сегодняшнего комплекта. Из сегодняшнего комплекта. Вот эти додстеры самое вкусное, что было. Потому что пицца со шпинатом отвратительная. Мак энд чиз это ещё, пожалуй, хуже. Потому что таких неприятных ощущений сырого теста я вообще не готов испытывать, когда я заказываю пиццу. Вот этот продукт вообще, мне кажется, надо снимать с производства. Если со шпинатом ещё можно додумать как-нибудь, может быть, побыстрее прогонять её в своём вот этой печке. Ну, чтобы так не высыхало. Или всё-таки тесто сделает другое, не такое тонкое. То мак энд чиз это просто шляпа, её не исправишь. Пицца с макаронами? Не, это за гранью, ребят. Это почти как у меня шаурма была с макаронами. Хотя она была съедобнее, кстати, гораздо. Вот, у нас ещё одна пицца есть, кстати, да, мы же не доделали. Вот ещё одна пицца с колбасками, а это хот-дог, хот-дожная пицца. А вот она, ребят, мы её уже открывали. А, ещё один соус в коллекцию. Это пицца хот-дог, сыр моцарелла, колбаски полукопчёные, мы их видим. Альпийские причём. Томатный соус, лук, огурцы маринованные, соус горчичный. Соус горчичный, это не что иное, как горчица от Хайнса. Потому что я чувствую вот этот прямо вот уксус. Открываешь и бух, уксусный запах. Огурчики. Ну, в целом она выглядит симпатично. То есть, такой, ну, детям должно зайти, по крайней мере. Вот сын любит хот-доги, например, вообще сосиски в смысле. А, мне кажется, ему зайдёт. Хотя тут не сосиски, тут как бы колбаски. Тут даже более люксовая история. Вот нормально. Не сухая пицца, сразу видно. Нормальный, честный, ожидаемый, более-менее вкус. И даже вот этот горчичный соус, сладкий, он не напрягает. То есть, вот этот уксусный запах, он как запах, видать, оп, и испарился. Во вкусе он не напрягает. То есть, нет такого уже, ты прям вдыхаешь пары уксуса. Слава богу. Вот. Колбаски чётенькие, не острые, всё хорошо. Либо я остроту уже не чувствую после чориза, потому что там реально прям такая острота, как надо. Огурцы-дрянь. Вот эти вот огурцы, они просто температуру превратились в фуд вот такой вот. Огурцы, если добавляются куда-то вот в такой продукт, я всегда жду огурцов, как в Макдональдсе. Я не знаю, где они их берут. Но вот самое, Диман, согласись со мной, ты любитель чизов, ты любитель чизов, ты должен согласиться, что огурчики в чизбургере в Макдональдсе вообще топчик. Ну да, согласен. Офигенные. Они классные, я бы их покупал, если бы они где-то продавались. Вот. Такие маринованные в огонь. Это всё фигня, это такое типа вот, пятёрочки, знаешь, такие вот огурцы продаются в вакууме. Такие сморщенные, мягкие. Плюс ещё и поджаренные, ах, полная дрянь. Но в целом вот эта штука съедобная. Вот эта штука съедобная, я её, пожалуй, за сегодняшний обзор поставлю в один ряд вместе с джонерами. Джонеры зачёт, норм, норм, пицца хот-дог норм, пицца 8 сыров тоже, в принципе, норм. Вот все остальные вот эти две пиццы отвратительны. Их брать нельзя. Мак-н-чиз и это нельзя. И вот самое лучшее, что сегодня со мной произошло, это вот эти вот три прекрасных соуса Айюля. В принципе, даже самую отвратительную пиццу, если полить этими соусами, особенно если вы их любите, потому что не все любят такие соусы, я люблю, то даже самую отвратительную пиццу можно с ними съесть. Чего порадовало меня? Меня порадовало, в принципе, то, что Папа Джонс по тесту не испортился. Но я за ними слежу периодически, так что я знаю, что они не портятся. Хотя было пару раз, когда привозили, я такой, что-то не то, блин. Что-то где-то, что-то они... С тестом, видать, не доделали. Вот такое бывает у Папа Джонс, бывает абсолютно точно. Вот, но сейчас привезли хорошее тесто, оно вкусное, его можно и отдельно доесть. Это показатель того, что тесто хорошее. Плюс опять-таки, если его разогреть, оно тоже становится опять нормально эластичным, а не сухим. Потому что сухое тесто, разогревая в микроволновке, оно остается сухим, вот как во многих пиццериях. Здесь нет, тут разогреваешь, и, в принципе, почти то же самое, что и с печи. За это я люблю Папа Джонс. Время доставки порадовало, привезли очень быстро. Сдачу дали? Дали. Сдачу дали, красавчики. Вот, то есть вот в плане сервиса стало лучше. Когда-то я помню первый обзор на Папа Джонс, у меня же на канале, это был просто провал. Там везли что-то, сколько-то там, сот часов мне привезли эту пиццу. С тех пор много чего поменялось. То есть вот в моем конкретно районе, ребята, которые сидят на улице Аэродромной, вот они молодцы. Они всегда привозят чётенько, серьёзно. Я домой заказываю, хорошо возят. Но эти новинки сделаны ради того, просто чтобы быть. Вот когда делается ради того, чтобы быть, пошло оно всё нафиг. Вот серьёзно. И 8 сыров эти. И вот всё нафиг. Вот дотстеры, ладно, джонеры точнее, оставьте. И всё, вот эти все новинки уберите. Это шпинат, нахрен. Что-то с чем-то. Вот не надо идти на поводу, понимаешь, есть классика. Вот делайте офигенные же. У вас вкусные 4 сыра пиццы. Пепперони вкусные, там, Чикен Рэндж вкусные, Супер Папа вкусные, там, любимая пицца Джона. Вот эти вот пиццы, которые уже веками у вас в меню, и не надо. И не надо. Ну, побаловались, ладно, и уберите из меню всё. Не надо больше. Вот. В общем, вот такое моё мнение. Оценки будем выставлять Папа Джонса? Обновим, Дим? Ну да, я думаю, надо. А выставим оценки Папа Джонса? Почему нет? Считай, проверили. Но давай будем называть это перетест. Потому что я... То есть я не хочу, чтобы здесь за вкус эта оценка... Это будет ещё одна оценка Папы Джонса. Дополнительная какая-то. А? Потому что я за вкус много не поставлю. А в целом Папа Джонс мне нравится. Согласен? Согласен. Я думаю, да. Сколько? Как ты 70 баллов набрал Папа Джонс? 70 с половиной баллов набирает Папа Джонс перетест. Это не основная оценка. Это оценка до теста Папа Джонс. Потому что основная оценка у них выше определённо. Потому что, ну, блин... Ну, потому что. Потому что у них не было вот таких вот косяков, как сейчас. Цена 3 балла. Ну, это, в общем, традиция. Папа Джонс это дорого. Поэтому у них всегда я им 3 балла ставлю. Вкус, качество. Всегда для меня это 5. Здесь 3. Да что такое вообще? Я ставлю 3 просто. Папа Джонс, уберите нахрен всю эту дрянь. Не надо и таких новинок. Соответствует 3. Опять-таки, какие недовесы в каждой практически пицце? Недовесы в каждом продукте у нас были. Это перебор. Можно и 2 ставить, кстати. Ну, ладно, 3. Поставим. Сервис 5. Вот тут красавчики. На этот раз вообще изумительно все сделали. И в приложении все хорошо. Они доработают. Там Apple Pay платить можно. И адреса там разные вбить. Круто вообще. И на сайте все удобно. Молодцы. Сайт, кстати, поменяли. Да, Дим? Тоже обратил внимание. Сайт что-то поменялся чуть у них. Так. Скорость 5. Просто вообще самое быстрое время, за которое мне привозили Папа Джонс. Это вот сегодня произошло. 5 баллов. Температура 4,5. Тоже все горячо. Ну и лайк. Я не ставлю лайк вот за этот заказ. То, что было сегодня в обзоре, заказывать не стоит. Не рекомендую. Ни вам, ни сам не буду. Заказывать в Папа Джонс в целом буду. Но не это. Заказывать, что я раньше заказывал, я буду всегда. Мы всегда чизбургер берем. У меня сын любит пепперони у них. Я беру себе 4 сыра и нам хватает. Берем себе большие пиццы на традиционном тесте. Зашибись. Вот самый лучший вариант. Ни маленькие, ни новинки брать не надо. Вот такие установки. 70,5 баллов набирает. Не 75, а 70,5. Набирает Папа Джонс. Папа Джонс. Вы поняли? Если кто-то смотрит. Я не знаю. Папа Джонс никогда не реагирует ни на какие обзоры. Тем не менее, если посмотрите, уберите, пожалуйста, новинки. Оставьте старинки и все. Всем будет хорошо. Вот. Значит, вот такая вот штука. Я думаю, что нам можно еще посмотреть какие-нибудь классные места, где мы уже снимали обзоры. Может быть, у них тоже есть какие-нибудь новинки. Если вы в курсе, пишите. Пишите. Я попробую поснимать вот эти дообзорчики по популярным местам. Все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, не очень утомил. Вот такой вот обзор. Тут я все резал как надо. Никаких ошибок. Практически я не допустил, скорее всего, в целом выпуске. Все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всего вам вкусного. Папа Джонс, убирай нахрен новинки. Давайте такой хэштег внесем. Папа Джонс, убирай нахрен новинки. Длинный хэштег. Хотите пишите, хотите нет. Но написать, что вы ели под мой обзор, вы обязаны. Это традиция уже в комментарии. Погнали и все. Всего вам вкусного. Пока. Ух, Папа Джоханс. Ах, Папа Джоханс. Дим. Я просто проверил, жив ты, нет. Не шевелишься уже последние 5 минут. Я и думал, пульс есть у тебя, нет. Подписывайтесь на канал Димки. Ссылки в описании не будет. Дим плагиатор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...